шалом дорогие друзья мы находимся на пороге великого праздника шавод праздника дарования торы я хочу задать вам вопрос вот представьте себе сейчас вам говорят вы идете получать тору на горе синае целый день вы можете посвятить тому чтобы получать то как вы будете себя вести но я думаю что обычное наше понимание это поститься молиться и все 24 часа изучать тору но говорится в талмуде что все согласны что в шавод половина дня отдается всевышнему естественно то есть получение торы а половина дня отдается нам то есть мы наслаждаемся и радостью праздника и вопрос почему как где ем кипур например мы пасть постимся молимся да нет никакой еды все все целое отдаем всевышний почему бы не сделать дарование тора также по логике так и должно быть но говорят наши мудрецы что тора это не что-то что находится только в небесах и нам туда нужно на небеса подняться как воздушный шарик и там оставаться нет каждый еврей должен быть как лестница якого лестница которая твердо стоит на земле но с другой стороны устремлена в небесах наша иудаизм еврейская мудрость говорит что нам нужно соединить духовное и материальное духовное без материального это что-то такое что облака что-то далекое что-то не очень понятно что-то эфемерное материальное без духовного какой смысл вообще этому всему это человеку который столько материальность он не может быть по-настоящему счастливый но когда мы объединяем духовность и материальность когда мы на материальности которая у нас есть ставим прочность строим духовный дом тогда мы приобретаем смысл и настоящее удовольствие и настоящий рост тогда мы становимся лестницы якого и наша задача в живот это сделать так чтобы тора была приятна не только нашему интеллекту не только нашему мозгу но также и нашему телу когда мы едим праздничный молочный торт живот то таким образом мы показываем нашему телу и всем нашим низким структурам животным структурам что тора это вкусно когда мы себе говорим когда мы едим торт что тора такая же вкусная а может быть даже более вкусная чем этот торт тогда мы внедряем в себя постепенно мы вносим в наше сердце идею что тора она сладкая тора она вкусная это очень хорошо изучать тору и тогда все наши системы все наши уровни они направляются с божьей помощью на изучение тора и на соблюдение заповедей и это секрет иудаизма что любую вашу а структуру самую низкую какая только у вас есть животную структуру дата которая хочет есть которая хочет размножаться нужно направить на творца на связь с творцом на духовность и поэтому наши мудрецы говорят что мы должны быть людьми которые соединяют гармонично материальность и духовность и живот это доказывает поэтому я желаю вам всем своим существом принять тору в этот великий день живот и кстати говоря шивот это еще сгула это день который при даровании тора мы знали что мы знаем что все больные которые были тогда они излечились поэтому шивот это время сгула для излечения поэтому можете шивот скавонизироваться намереваться на это молиться о о излечении может быть для себя каких-то вещах может быть для своего близкого и самое главное наслаждайтесь этим днем чтобы все все ваше существо прониклось мыслью что тора и заповеди это сладко это почетно и это большое огромное удовольствие за которым стоит бежать так что дорогие друзья желаю вам хорошего радостного счастливого кошерного шивота и до новых встреч хак самех то и